Мерегрифы. Бессмертный хит Тота Кутунья «Я итальянец» посвящен всем итальянцам, живущим за границей. Этот человек с полным правом может сказать «Поют про меня». Без риска ничего не получится. Когда я приехал в Казань, поразился, как все запущено в общепите. Здесь был золотой клондайк для предпринимателей. Вся проблема в этих мелких контроллерах, санитарной службе, экологической милиции, пожарной. Их так много, проверкам нет конца. Год 93-й для Казани знаковый. В городе появляются иностранные инвесторы. Сицилиец Джузеппе Спарта первый накормил горожан настоящей итальянской пиццей. В открытии пиццерии имени самого себя он инвестировал примерно 5 миллионов долларов. Несмотря на то, что все иностранные бизнесмены в один голос ругают российскую бюрократию и жалуются на многочисленные проверки, поток иностранных инвестиций растет. Полку цивилизованных магазинов прибыло. Волей-неволей казанцам придется привыкать к европейскому уровню сервиса. С разницей в один год в городе открываются сразу два крупных супермаркета – «Татара-финский Финляндия» и «Татара-индийский Субконтинент». Впервые в Казани появляются знакомые ныне всем атрибуты настоящего европейского магазина – движущийся транспортер для покупок на кассе, считыватели штрих-кода на этикетках товаров, шкафчики для сумок, ну и, разумеется, ассортимент. Радости казанских хозяек нет конца. В те годы у студентов был небольшой выбор, где можно было провести время вечером и что-то вкусное покушать. Поэтому, когда открылась пиццерия у Ленинского садика, то очередь была на улице. Достаточно долго надо было стоять, чтобы войти в помещение и попробовать это чудо. Безумно вкусная была закрытая пицца. Я помню, что мы больше всего любили закрытую пиццу. Естественно, когда открылась новая пиццерия в Доме офицеров, это тоже было большое событие. Она была проходная, там было всего 20 посадочных мест и тоже стояла очередь. И мы с Эфира, кстати, частенько тоже бегали сюда после планера. Вот здесь вот она находилась, вот этот портик. Вот так в очередь стояли раньше все, чтобы покушать пиццу. Пицца для всех под таким демократичным названием открывает свое первое заведение казанская предпринимательница Мария Горшинова. Трудно поверить, но ей хватило всего 500 долларов первоначальных инвестиций для реализации этого бизнес-проекта. Можете себе представить, да, потому что ремонт был сделан практически своими руками. Стены были оклеены копейшинами обоями, были куплены пластиковая мебель вот эта вот. Кто-то из друзей помог сделать стойку. Дела пошли очень хорошо. Это, наверное, вложения все окупились, наверное, недели за две, за три. Даже не за месяц. Сегодня, 20 лет спустя, дом офицеров превратился в казанскую ратушу. А в том месте, куда мы с Мариной бегали кушать пиццу для всех, теперь женский туалет. Впрочем, вдохновленная первым финансовым успехом Мария Горшинова, свой следующий грандиозный проект «Первый ресторан сети «Сытый папа»» открывает в еще более неожиданном месте. А вот в кризис как раз мы и начали строить первого «Сытого папа». Это была баня, третья баня, женское отделение с большим бассейном из какого-то жутко, страшного, такого толстого массивного металла, который мы резали автогеном. И я вспоминала, как меня ребенком, мама водила в эту баню. Словом, к середине 90-х Казань была и одета, и накормлена. И тут грянула еще одна революция косметическая. Смотрите через неделю. Чак-чак и цветы к трапу самолета, как Казань встречала первых зарубежных партнеров по бизнесу. Добро пожаловать или посторонний вход воспрещен. Кристиан Диор, Нина Ричи, Гуччи и Хьюго Босс в комплекте с шампанским и живой музыкой. А также поделись улыбкою своей, как немцы и чехи учили казанских продавщиц продавать брендовую парфюмерию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok